Аллилуйя, Аллилуйя, Аминь Аллилуйя, Ольга пишет Доброе утро, благостовенного пути сегодня Аллилуйя, спасибо Правда, в пути под вопросом Скорее всего, поеду завтра утром уже На Блаблакар, на котором я зарегистрировался изначально Там что-то там у них вышло, что-то непонятно Хотя, другие есть рейсы, если что Вот другие попутчики На Блаблакар, где я путешествую Там, значит, часто там, смотрю, много новых появляется А какие-то изменяют решение свое Но ничего Вот есть утром-завтра, если что Как раз даже, наверное, будет лучше, да Утром-завтра, чтобы как раз сразу после утренней молитвы Да, я успеваю, отлично Чтобы и завтра была трансляция И сегодня вечером сделаю трансляцию отсюда Давайте так договоримся, да, все Раз там сейчас непонятка какая-то На Блаблакар сейчас вечерний рейс Тогда, значит, сделаем Я как раз вот перед трансляцией просто проверял как раз Блаблакар, проверял, значит, там Поездку Вот, поэтому Давайте так договоримся, что вот сегодня И завтра тоже утром я здесь Включаюсь На утренней молитве Вот, значит Вот, и вечером сегодня В 6 часов вечера тоже Вот, а завтра вечером В 6 часов тоже включусь Но уже со Львова Да, буду делать трансляцию прямо со Львова тогда уже Перед служением Перед как раз собранием Как раз и наш отец Павел будет Да, мы с ним вчера списались Я очень рад вообще Я соскучился уже по нему уже Наш Вот этот Павло С Тернопольщины Руслан Ахрицев Легендарный Священнослужитель Очень такой Драгоценный Моему сердцу человек Вот, священник Капеллан Героический человек На самом деле Вот, и многодетный отец Тоже Он Вот, и Бог их благоставляет Он такой Очень такой Труженик Такой сельский Труженик Да, и там Большое хозяйство Там У него Знаете ли Там Животных полно Всех Там Земли Там все Он молодец Он там Работает Не покладая рук Вот И он в среду Будет во Львове Поэтому Кто будет во Львове На служении Вот Вы будете иметь Такую тоже честь Познакомиться с этим Братом замечательным С Тернопольской области Отец Павел Вот Я очень люблю его И благоставляю его Его семью сейчас Во имя Господне И вот Надеюсь уже на скорую встречу Уже завтра Да, завтра он тоже Утром выезжает Где-то Как раз после обеда В принципе мы там И уже во Львове Встретимся Вот так вот Вот И так что Дамы и господа Братья и сестры Вот И после сразу Вечерней молитвы Шесть часов вечера Я включаю На семь В семь часов Начало уже будет Бога служения У нас Во Львове Так что Прошу любить и жаловать И место из Писания Мне не будет Не будет Олкать То есть Голодать Не будет голодать И верующий в меня Не будет Жаждать Никогда Вот эти слова Спасибо тебе Жаждать Жаждать тебя Душа моя Жаждать тебя Душа моя Жаждать тебя Душа моя Господь Там Много таких Всяких Других Хороших песен Вот О жажде Молитв Много таких И это верно Это справедливо Это правильно Хорошие слова Правильные слова Правильные молитвы Безусловно Вот И когда Это тоже опыт Опыт Бога Познания Это тоже часть Вот христианского Опыта Часть Вот такого Пути Христианина Но Приходящий То есть Когда По дороге К Иисусу Этот опыт Он Да Достойный Он правилен Но Когда Ты уже В Иисусе А Иисус в тебе Все Ты не будешь Уже голодать Вообще И не будешь Жаждать Да Жаждешь Другого Высшего Большего Погружения Этого В него Еще большего Познания Да Но В глубине Есть то Удовлетворение То довольство Тот мир Который превыше Всякого человеческого Понимания Тот мир Который Ничто и никто Не может поколебать Абсолютно То понимание Спасение Разумение Этого спасения Что Никакая тварь Ни одно творение Не может Нас отлучить От любви Божьей Во Христе Иисусе Это потрясающе Вода Которая Приходит В жизнь Человека Это Прекрасный Опыт Живая Вода В жизнь Человека Приходит Это Замечательный Христианский Опыт Молитвенный Опыт Жизни Христианина Но Еще более Превосходный Опыт Это Когда Не просто Вода В нас Приходит А вода Которая В нас Уже Она В нас Делается Источником Воды Текущей В жизнь Вечную Это Превосходнейший Опыт Это Замечательнейший Опыт Вообще И Это Совершеннейший Опыт Иисус Так И говорил Будьте Совершенны Как совершен Отец Ваш Небесный И Совершенство Человеков Безусловно Это Не Божество Но Как Отец Небесный Действительно В нас Эта Перемена Происходит И Вода Которая В нас Она В нас Делается Источником Воды Текущей В жизнь Вечную Хлеб Который В нас Мы Не Просто Его Кушаем А Уже Раздаем Твоя Порция Хлеба Манны Она Не Просто Для Тебя Оказывается Как В руках Иисуса Рыбки Тот Хлеб Который У Мальчика Он Получается Умножился И Тысячи Людей Накушались И еще Осталось Там Двенадцать Коробов Представляете Вот Какой-то Знаете Удивительной Тысячи Людей Питаются Кормится Удивительная История Блажение Давать Подлинно Нежели Принимать Я думаю Каждый Проповедующий Евангелие Это знает Прекрасно Каждый Христианин Который Делится Словом Божьим Который Не таит В себе Его Если Таит Верующий В себе Это слово Откровение Оно Оно Сгниет Оно И себе Не на пользу Как вот У того Плюшкина Такой Был Грубо говоря Жмот Или как там Жадина Вот Порочный Человек Которого Описал В мертвых Душах Гоголь Николай Васильевич Он описал В своей книге Мертвые души Как раз Именно Как он В переписке К друзьям Потом писал Описал Главные пороки Человеческой души И главные Души без Христа Без Евангелия Описал Как раз Именно Мертвые души А потом Он говорит Друзьям В той же Переписке Что Но вы не будьте Мертвы Будьте живыми И он говорил Что друзьям В переписке Что одно Лишь Нас оживляет От Евангелия Это сам Христос Евангелия Христова И Такий Николай Васильевич Был прав Он знал О чем говорил На самом деле Потому что Он описал Такую Как бы Страшную Такую Да книгу Во многом Конечно Неприятную Такую Гротескно Сатирическую Такую Знаете ли Обличительную Такую книгу Мертвые души Вот И Есть живые души Живые души Но это уже Во Христе Иисусе И мы здесь Жили в Киеве Как раз Я уже Там начал Тогда Помню Писать Значит Тоже Продолжение Мертвых душ Живые души Живые души Покаившись Души Вот Потом даже Мы обыгрывали Это все Так интересно Получилось Потому что Одно дело Мертвые души Да Описанные В главных Пороках Своих А другое дело Уже Покаившиеся Вот эти души Спасибо тебе Господь Замечательно Вот Надо ехать во Львов Завтра уже утром Получается Поеду Да Вот Надо И С другой стороны Здесь много работы Потому что Когда В служении Там В поездке То Выбываешь Просто из работы А сейчас Работаю над Как раз И книгой И ни одной Даже И автобиографичной Как раз И Вот Сборник статей Вот Слава Богу Так что Молитесь тоже Друзья Вот За устройство За Издание Вот Всего этого В бумажном варианте Желательно Конечно Издание Потому что В интернете Это я публикую Все В интернете Публикую Вот И пожалуйста Люди читают Все Но Надо Еще и Бумажные Издать Вот И Там тоже Баннер Заказываем Вот Так что Молитесь Благоставляется Тоже Вот И Участвуйте Не забывайте Тоже Финансово Участвуйте Там Номера Телефонов С Российской Федерации С Украины Которые Можно пополнять Там Карточки Все есть Короче Пароли Явки Адреса Короче Все там указано Под каждым Видео Ладно Друзья Вот И Рассуждая над словами Иисуса Я скажу Что вот это Довольство Оно Удивительно Даже Не верующие люди Я даже не Вы Даже Не верующие Это не очень Может Как-то даже Звучит Правильно Не только Верующие люди Правильно Сказать Сказать Людском Безусловно Это так И Есть Вот И Даже Если Человек Атеист Даже Если Люди Закрыты От Бога И даже Борются Создателем Своим И Как вот Бенджамин Франклин По-моему Он как раз Бенджамин Франклин Он говорил Что Атеист Это говорит Тот Несчастный Ребенок Человек Несчастный Ребенок Который Пытается Себя убедить Что у него Нет Родителей Что у него Нет отца Вот Но На самом-то Деле Прав был Бенджамин Франклин Правильно Он сказал Что Это Лишь попытка Человека Спрятаться Атеизм Это одна Из таких Ширм Попытка Спрятаться От Бога От Создателя Своего Вот От Его Любви Закрыться От Его Любви Безграничной Просто Величайшей Любви Спасибо тебе Господь Благодарю тебя Милостивый Царь Но даже Если человек Он Неверующий И Писание Не знает Но если Он Особенно Становясь Родителем Допустим Мама Папа Вот И он Уделяет Ребенку Уделяет Своему Чаду Сыну Дочери То что он Сам бы лучше Съел бы Допустим Лучший кусочек Он отдает Ребенку Вот И сам Что-то Себя Ограничивает Но Лучше Отдает Ребенку И тем самым Он даже Сам не подозревая Он подражает Богу Как чадо Возлюбленное Просто Он еще Не знает Что он чадый Он не знает Что он Возлюблен Вот И Не знает Всего этого Блаженства Думает Это просто От него Самого Как бы Инстинкт Какой-то Или Как-то Оно Как бы Ну Природное Что-то Такое На самом Деле Это Божье Божеское В человеке Божеское Заложенное Глубоко В каждого Человека Наш Образ И подобие Божье Образ И подобие Бога В нас Людях Слава Богу Вот И Даже Неверующий Человек Он Замечает Что порой Отдает Кому-то Да Допустим Особенно Например Заботится О детях Своих Хороший Пример Такой Или Родители Допустим Вот То Этому Тому Что он отдал Казалось бы Он это Потерял Он это Отдал Он Это Не Съел Там Значит Не Воспользовался Этим А он Отдал Но Он Этому Радуется Больше Чем Тому Что У него Осталось Парадокс Да С точки Зрения Там Значит Там Материалистической Философии Значит Это Вообще Никакой Критики Не Выдерживает И Это Никакие Теории Ни марсистско-ленинские Ни вообще Материалистические Атеистические Оно Никак не Вписывается И Полностью Это Как раз Переживание Оно Не Спровергает Все Материалистическое Мировоззрение И Все Атеистическую Пропаганду Один Такой Просто Поступок На самом деле И Одно Вот это Понимание Интересно Что В жизни Верующего Человека Осмысленно Когда это Происходит Это Вдвойне Просто Благословенное Переживание Ты понимаешь Что ты Угодил Богу Ты Удовлетворен И тем Что ты Уделил Нуждающимся И тем Что Бог Он За всем Этим Стоит И ты делаешь Это Осмысленно Что Действительно Это заложено В тебя Ты просто Восвобождаешь Это Как дар Бога Слава Богу Это Замечательно И вот К чему Место Исписания Шестая Глава Иоанна Вначале Кто подключился Сейчас Вначале Прочтенное Евангелие Иоанна Шестая Глава 35 Стих Вот Как раз О том Что Иисус Сказал Что Он Есть Живой Хлеб И Он Сказал Что Он Хлеб Живой Настолько И Такой Удивительный Хлебушек Что Вот Кто Его Кушает Тот Наедается Так Что Он Никогда Больше Не Будет Голодным Вообще Удивительно И Он Такая Вода Верующий В Меня Не Будет Жаждать Никогда Он Живая Такая Вода Которая Напаяет Нас Живительная Влага Которая Напаяет Так Что Уже Не Будет Жаждать Никогда Помните Другое Место Писания Чуть Повыше Когда Иисус В 4 Главе Беседовал Самарянкой Как раз Он Тоже Говорил Похоже Так Ольга Пишет Да Да Спас Пешет Вам Господь В ваших делах Помолитесь За тех Кто ожидает Проявления Того Что сделал Иисус Для нас На кресте В плане Исцеления Пожалуйста Аминь 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 Молюсь Молюсь За вас Молюсь За тех Кто Сейчас В ожидании Потому что Это Насущно Это актуально Из-за Исцеления Освобождения Прощения Когда человек Он Болен Физически Недуг Немощ Я вот говорю Что как тяжело Вот каждый раз Переживая Как тяжело Ощущая одно Там Недуг Ты не можешь повернуться Вот как на днях Было у меня Да Проснулся Еще ночью Аж Никакой Не могу не повернуться Ничего Как-то парализовало Просто Вот так встал Еле-еле Просто Слезы Потому что Боль такая страшная И знаете И Я провозглашаю До самого начала Еще даже не поднявшись Что Я исцелен Кровью Иисуса Христа Ранами Иисуса Христа Как тяжело Допустим Человек Чувство вины Да Вот Какие-то сделаны Ошибки В прошлом Или вот сейчас Допустим Даже если Какие-то ошибки Какие-то неправильные вещи Как вот Грех В еврейском Языке Буквальное Значение Имеет именно Попадание мимо цели Промах То есть Молоко там Промах Промах Мимо 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 Все мимо Вот Как тот по Пандополу говорил Да Свадьба Малиновки Бац-бац Говорит И мимо Вот так вот Порой и жизнь Человеческая Да Вот значит И что И что теперь А порой Сделал человек Многие страшные вещи Мне как священнику Вот Приходили порой На исповедь люди И приходят порой С очень страшными Ну Исповеданиями Очень страшными Что мне по-человечески Сложно даже слушать Все это честно говоря Я просто Слушаю это все Одним ухом Как говорится Другим ухом Господа И с одной стороны Слушаю человека Его боль Его страдания Его исповедания С другой стороны Я прошу Бога Тут же Излечить эту душу И вот Принять Этому человеку Помочь Прошу Бога Всемогущего Чтобы он Этот человек Смог принять Божественное прощение Потом объясняю Человеку Что действительно Что он прощен Он прощен Но как трудно Это всю жизнь Мы это мучимся Христианскую нашу Вот И Я скажу Что большинство верующих Да С этим борется Вот Как Да Я чувствую вину И тут же Что Стоп Я прощен Я прощен Стоп Я еще не успел Согрешить Еще даже Отмотать Время Некоторые Вот люди говорят Ах если бы И я порой тоже говорил Что И говорю порой Вот надо же Думаю Мысль такая же А если бы Отмотать время Как бы Вот я бы не сделал бы то Да Не сделал бы то Но стоп 2000 лет назад Если отмотать еще раньше 2000 лет назад А если бы Отмотать еще раньше Даже когда И 5779 лет с половиной Отмотать И дальше еще Когда дальше Уже вечность Еще до создания Нашего мира Вот То Агнец Он от века Заклонный Вообще Вообще-то 2000 лет назад Он в нашем Физическом мире Был принесен Жертву Принес себя Непорочного Богу Духом Святым Это Восхитительное Событие Удивительнейшее Событие Планетарного масштаба Оно описывается В Библии Но если отмотать До того еще До создания мира Он от века Заклонный Как Как это возможно Человеческому уму Непостижимо Так вот Но чтобы Мы Это Поняли Осознали Приняли В нашей земной Реальности В этом временном Измерении В нашем Временном этом мире 2000 лет назад Это совершилось Показательно Пред тысячами людей Тысячи свидетелей Описано в Евангелиях Мы об этом читаем Сейчас сняты кинофильмы Иконы пишутся Всякие картины Это вот То есть Распятие Вио Долороса Помните как там Да Вдоль по Вио Долороса Там много всяких песен Таких вот Как раз вот Или там Старая песня Вот эта Баптистская Мне очень нравится она Взойдем На Голгофу Мой брат Такими Огромными мазками Рисуется Перед человеком Картина Вот Голгоф И страдания Там Посланный Богом Мессия Распят О правде Святой Проповедовал Он Больных Исцелял А теперь Он Казнен Пойдем Перед Ним Пойдем Перед Ним Взойдем На Голгофу Мой брат Это Это Живопись Но Рисунок Живопись Но словами Словами Пением Дыханием И рисуется Картина И человек Сходит И он Зачем это Ведь это Совершенно уже было Зачем мы там Носим кресты Или крестное знамение Или фильмы снимаем Картины пишем Или поем Такие песни Нашему воображению Рисуется Сразу картина Для чего это все Чтобы убедить Человека Что да Прощен Прощен Для меня Знак креста Это Знак прощения Все Мое прощение Совершилось Я прощен Навсегда И чтобы Да вот Крест на мне Да я знаю Что я прощен Это напоминалка Мне такая Постоянная Я прощен Все Вытряс Сопли Слезы Все Я прощен Что было Есть Будет Я прощен Я принят И Однажды Одного больного Человека Просто ошарашил Господь Иисус И Ну даже больше Ошарашил Честно говоря Наверное Окружающих Особенно религиозных Лидеров Он сказал Что прощаются С тебе грехи Твои О Удивительно Конечно Даже стали Роптать на него Люди Ну Добрые Порядочные Грамотные Религиозные Люди Конечно Сказали Ну это уже Гересь Уже все Ну Мы понимаем Конечно Равин Самородок Как бы Да значит Но Но Все таки Доколе Значит И Бог прощает То есть Они правы были В своих рассуждениях Их догматика И доктрина Была правильная На самом деле Бог исцеляет Только Бог Он прощает Вот И удивительно Иисус продемонстрировал Власть Которую Бог нам дал Людям Человекам Оказывается Прощение Прощение Это то Что исцеляет То Что освобождает То Что делает Человека Счастливым Иисус Даже сказал Что проще Сказать Сейчас Слушайте Ему Что Прощаются Тебе Грехи Твои Или Встань Возьми постель Твою Иди Домой К себе Но Чтобы Вы знали Говорит И это Демонстрирует Чтобы Вы знали Что Сын Человеческий Имеет Право Прощать Силу Власть Он Сказал Тому Ты исцелен Вставай Все Забирай Постельство Иди Домой Бери Шанель Пошли Домой Как говорится Все И он Встал И пошел Поэтому Сейчас Вот Ольга Написала Такие Слова Которые Ну Тоже За душу Берут Да Страдает Человек Тоже И люди Многие Страдают Обращаясь Сейчас К вам Я говорю Прощаются Тебе Грехи Твои Да Расскажу Больше Еще Сильнее Прощены Тебе Грехи Твои Прощены Тебе Все Грехи Твои Полностью Ты чист Через Кровь Иисуса Христа Умершего 2000 лет Назад И более Того От века Закланного Агнца То есть Вечности Уже Адам Еще С Евой Только Они Только Были Начали Оправдываться Вот Если бы Докобы И змея Виновата И жена И все Понимаете Если бы Тогда бы Просто В прахе В пепле Упали И сказали Папа Прости Папочка Все Черт Попутал Или Змей Попутал Нет Даже Нет Просто Прости Мы не хотим Терять Нашего Единства Даже Не змей Виноват Даже Змей Нет Хитрый Хитрый Но Я Виноват И Агнец От века Закланный Был бы Прощением Этого Адама До Иисуса До пришествия Христа До того Как пришел Машиах Люди Переживали Прощение Благодать Тоже Лишь Благодаря Машиаху Лишь Благодаря Христу Лишь Благодаря От века Заклонному Агнцу А тем более Во времена Благодати Тем более Во времена Наипачи Во времена Нового Завета Когда Благодать И истина Через Иисуса Христа Произошли Вообще Это По сути Если До Иисуса Христа До нашей эры Человек Еще имел Какое-то Моральное право Сомневаться В Божьей любви Знаете ли В своих грехах Копаться Самоанализом Заниматься Самобичеванием Каким-то Он имел Моральное право И в принципе Даже Во многом Ветхозаветные тексты Они на этом построены Даже Честно говоря Вот И даже Новозаветные тексты Многие Вот Начало Особенно Самое Безусловно На этом построены Потому что Это Вполне Естественно Это Правильно Это нормально Вот Но Самый завет Новый завет Господа нашего Иисуса Христа Да Это не просто Теология Это не просто Учение Это кровь 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 От века Закланного Агнца Вот Знак Прощения Прощен Как помните У гуситов Янгуст Там Янжишка Там Прочие реформаторы Там У них У них на знамени Кровь А по совести Говоря Это совершилось Еще до Того Как Даже Был этот Мир Создан Мы Не успели Еще чихнуть А Вечности Уже Прозвучало Будьте здоровы Мы Еще не успели Заболеть А Небо Провозгласило И Сцелен Адам Еще был Горсткой Пепла Еще Только Еще Из праха Лепили Божьи руки Нашего пращура Нашего Пра-пра-пра-отца А потом Создавали Из ребра Его Нашу Пра-пра-пра-пра Прабабушку Прамаму Нашу Еву Еще Шестой День Творения Только еще Создавалось Там Животные Все С восхищением Смотрели Кошки Собаки Там Всякие Все Собрались Наверное Я думаю Это было Зрелище Потрясающее Они Там Лошади Там Коровы Всякие Там Много всего Пришло Львы Всякие Пришли И смотрели Кого же Сейчас Бог Слепит Интересно Ну понятно Он нас создал Там Рыбы Там Удивлялись Все удивлялись Вообще Птицы Слетелись Наверное Все И все Смотрели Что Божьи Персты Сейчас Слепят Это Человек Разумный Человек Прекрасный А потом Из него Бог достал Жену Его Удивительно Спасибо Господу Так вот Еще до того Пока еще Лепили Нашего Прощура Небеса Уже Говорили О прощен Они Прощены Они Исцелены От века Закланный Агнец Уже В небесах Это говорил И до поклонниц Ему все Ангелы Божьи И Человеки Есть Тайны Нового Завета Которые До сих пор Еще не Раскрыты Они Только Раскрываются И Одна Из Величайших Тайн Нового Завета Нашему Человеческому Уму Непостижимое Что Пред Именем Иисуса Христа Вся Колено Склонится Небесных Земных И Преспотних Все Все И Бог Хочет Чтобы Все Люди Спаслись А я Он не остановится На полпути Аминь Спасибо Господу За вас И за нашего Господа Иисуса Христа Аминь Да благословит Господь Вас И вашу Семью Спасибочки Огромные Благословляю Вас И вот Благословение Наше Сегодня Налейте Соби Я надел Сок виноградный И взял Хлеба Если нет Сока Просто налейте Соби Компот Сок Какой-то Другой Просто Воды Налейте Я иногда Практикую Причастие Просто воды И хлеба И принимаю Причастие Рассуждаю О теле и крови Христа Спасибо Спасибо Рассуждаю Сейчас О теле и крови Христа Не о всем Другом Нет Не о чем Другом Только о нем О начальнике Веры Рассуждаю Сейчас О совершителе Веры Совершенно верующим Совершенство Веры Это сам Иисус Христос Спасибо Тебе Господь Ты Агнец От века Закланный И я Прощен Через кровь Святую Твою Я Прощен Полностью Прощен Принят Тобой И Поэтому Я Исцелен И освобожден Благоставлен Всеми Благоставениями Небес Через кровь Святую Твою Твои Страдания Агнец Божий На престоле Спасибо Тебе Господь Спасибо Спасибо Я Принадлежу Тебе Возлюбленный Мой А ты Мой Ненаглядный Любимый Единственный Неповторимый Ты принадлежишь Мне Ты мой Навеки Спасибо Тебе Господь Спасибо 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 Возлюбленный Иисус Есть Жизнь Воскресенье И жизнь Спасибо Спасибо Возлюбленный Спасибо Драгоценный Спасибо Единственный И неповторимый Мой Мой Возлюбленный Прекрасен Краше Тысячи Других Аллилуйя Вид Его Подобен Кедру На Подножьях Золотых Вот Он Идет Господь Грядет Мой Возлюбленный Грядет Вот Он Идет Бог Мой Грядет Мой Возлюбленный Грядет Аллилуйя Мой Возлюбленный Стучится Отвори Сестра Моя Время Пения Настала Голубица Чистая Вот Он Идет Господь Грядет Ненаглядный Мой Грядет Вот Он Идет Бог Мой Грядет Царь Возлюбленный Грядет Гряди Господи Иисусе Смерть Твою Господь Возвещаем Всему Миру Самим Себе Друг Друг Всему Этому Миру Истрадавшему Се Человечеству Доколе Ты Придешь Свершаем Великое Таинство Тело И крови Твоих Трапезу Великую Спасибо Тебе Господь Спасибо 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 Драгоценные Спасибо 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 Благослови Народ Своим Миром Сейчас Благослови Боже Во имя Господне Всех Любящих Тебя Тебя Боящихся Верующих Разные Конфессии Деноминации Религии Традиции Много 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 Ветвей Разных Но Корень Ты Корень Ты Господь Лоза Это Ты Господь Без Тебя Ничего Не Можем Сделать Без Тебя Нет Жизни Ты Есть Путь Истина И Жизнь И Жизнь Спасибо Спасибо Да Благословит Тебя Господь И Сохранит Тебя Да Призвет На Тебя Господь Светлым Лицом Своим И Помилует Тебя Да Обратит Господь Лицо Своё На Тебя И Даст Тебе Мир Во имя Иисуса Христа Аминь Дамы И Господа Братья И Сёстры Как говорят Всех Причастников Причастниц Поздравляю С Пречащением Святых Христовых Таин Телой Крови Господа Причастие Телой Крови Причастие Божеского Естества Сегодня вечером В 6 вечера Подключайтесь Я сделаю Из Киева Трансляцию Я ещё останусь В Киеве Такие Такие останусь Да Вот И завтра Утром Ещё Также проведу Трансляцию Как раз Вот До сего Времени 30-40 минут И мне будет Достаточно Как раз Приехать До места Встречи На Блаблакар Еду С попутчиками Во Львов Завтра Тогда уже Поеду Завтра И завтра Вечером В 6 часов Вечера Сделаю Трансляцию Уже Со Львова Вечерней молитвы Так что Подключайтесь Братья и сёстры Вот И Пусть Бог Благословит вас всех Ну и как по скриптум Напоминаю Тоже Благоставляйте Друга Молитесь Участвуйте В служении Реформаторском Таком Евангельском Православном Служении С Богом Мир Всем Аллилуйя Аллилуйя Алло-хуууууууу